Рождество Иисуса Христа Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, Седь Дева в очереве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Братья и сестры, в этом отрывке несколько мыслей я скажу только одно. Это имя, которое было наречено Иисусу Христу. Пророк сказал, нарекут имя ему Эммануил. Иосиф нарек ему имя Иисус. Я ударение хочу сделать на одном из этих двух имен, это имя Иисус. Когда в семье ожидают ребенка, обычно родители думают, какое будет имя. Раньше было так, обычно люди не знали, будет девочка и мальчик, и заготавливали два имени. Мы с женой два раза заготавливали одно имя. Ну, например, мальчик будет Женя, если девочка, тоже будет Женя. И вот такие варианты, они бывают тоже удобные. Друзья, родился мальчик и получился Женя. Братья и сестры, когда родился Иисус Христос, то Иосифу и Марии не надо было думать, как они назовут его. Потому что ангел Господень явился и сказал, и наречешь ему имя Иисус. Я открыл словарь, что означает имя Иисус. Друзья, имя Иисус означает Спаситель. А если точно, если точно по-еврейски, это оно состоит из двух частей. И Егова спасет. Хотя можно было бы словарями и не заниматься, потому что в тексте, который я прочитал, есть ответ на этот вопрос. Наречешь ему имя Иисус, потому что, друзья, уже есть ответ. Потому что он спасет людей своих от грехов их. Друзья, когда Иосиф проснулся, он поверил тому, что сказал ангел. И прошло какое-то определенное время, и родился мальчик, и он нарек ему имя Иисус. Братья и сестры, итак у меня три мысли. Первая мысль написана. Наречешь имя Иисус, потому что он спасет. Друзья, вообще Иисус – это Спаситель. Есть такая профессия, их называют Спасатели. Когда-то в нашей церкви уверовало несколько Спасателей. Даже у меня был момент, когда я тоже работал Спасателем. Друзья, есть Спасатели, которые спасают на воде. Спасатели, которые спасают в горах. Спасатели в джунглях спасают. Если человек заблудился, или у него там возникли какие-то проблемы. Вообще, профессия Спасатель – это профессия очень благородная. Друзья, но у меня вопрос. Чем отличается Спасатель и Спаситель? Отвечу на этот вопрос. Спасатель. Его задача – спасать, но не факт, что он спасет. Вчера ночью загорелся дом престарелых. В одном городе, большом городе Кемерово, загорелся дом престарелых. И сгорело больше 20 человек. Люди звонили по телефону, люди кричали, просили помощи. И было немало МЧС, было немало пожарников и спасателей, но людей не смогли спасти. Друзья, когда-то затонула подводная лодка «Курск», спасали всем миром и норвежцы, и шведы, и россияне. И людей не смогли спасти, хотя они были живы какое-то определенное время. Они кувалдой стучали по корпусу лодки, они пытались сообщать. Знали, что там живых больше 100 человек, пытались спасти, но спасти не смогли. Друзья, и такие истории, они периодически поступают. Это разрушенные небоскребы в Нью-Йорке, это и сейчас мы слышим какие-то вести. Люди пытаются спасти, пытаются спасти очень самоотверженно, рискуя своей жизнью, но не факт, что они спасут. Братья и сестры, об Иисусе Христе написано «Он спасет». Друзья, не написано «Он, возможно, спасет», но написано «Он спасет». Поэтому «Он не спасатель», «Он спаситель», потому что «Он спасет». Это первая мысль. Друзья, вторая мысль – «Кого Он спасет?» Нет, не написано, что «Он спасет всех людей». Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но «Он не спасет всех людей». Здесь написано «Он спасет людей своих». «Он спасет людей своих». А кто же такие свои? Друзья, обычно первая мысль, и евреи считают сегодня, что «Свои» для Бога – это они, то есть евреи. Друзья, ну и, возможно, это и так, отчасти, потому что написано «Пришел к своим», то есть к евреям. Однажды Христос сказал «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», то есть к своим. Он сам родился в еврейской семье, и он пришел к евреям. Друзья, но евреи оказались для него не свои. Написано «Пришел к своим, а свои его не приняли». А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Поэтому, братья и сестры, для него свои оказались не евреи, а для него свои оказались мы с вами. Это те, которые приняли его и которые уверовали в Иисуса Христа. «Пришел к своим, а свои его не приняли». А тем, две мысли, которые приняли его, и вторая мысль, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Братья и сестры, я не еврей. И большинство из нас тоже. Ну, может быть, кто-то и еврей, просто он о себе не знает. Сегодня очень многие люди пытаются искать еврейские корни. Даже среди вот нашего круга людей. Братья и сестры, но, друзья, написано, мы сограждане святым и свои Богу. То есть, мы те, которые уверовали в Иисуса Христа. И теперь мы стали для Него святыми и своими. Братья и сестры, апостол Петр красиво написал, «Но вы род избранный, народ святой, люди взятые в удел». Друзья, слово «сограждане» произошло от слова «город». Раньше сограждане – это люди, живущие в одном городе. Сегодня под словом «гражданство» понимается люди, живущие в определенной стране. Братья и сестры, Бог своих людей взял в удел. Мы сограждане святым. Вы народ святой, люди взятые в удел. И мы свои Богу. Братья и сестры, мне 65 лет. Кому-то больше, кому-то меньше. Мы непрестанно должны благодарить Бога, что бывшие некогда чужими, мы стали близки к кровью Иисуса Христа. То есть, Он нас сделал своими. Написано, Он спасет людей своих. А те, которые вы не приняли, которые не уверовали в имя Иисуса Христа, друзья, они для Бога не свои. Они для Бога чужие. Он спасет не весь мир, Он спасет людей своих. К сожалению, друзья, таких людей – меньшинство. Есть такое понятие, что своих для Бога – большинство. Что на небе будет людей намного больше спасенных, чем погибших. Я, друзья, не разделяю такую точку зрения. Однажды Петр Иисусу Христу сказал, Господи, неужели мало спасающихся? Друзья, да, вот наш город насчитывает 50 тысяч жителей. А тех, которые свои Богу, их, конечно, не так много. Часто это 1%, во многих городах это меньше 1%. Но мы всегда должны Бога благодарить, что Он нас признал своими, потому что мы приняли Его и мы уверовали во имя Его. Друзья, и третья мысль. Он спасет людей своих от грехов их. От чего Он их спасет? Ну, обычно понятие «спасет от смерти». И это точно так. Но здесь написано «спасет людей своих от грехов их». Друзья, ну, кто-то скажет, но это не так опасно. Друзья, это очень опасно, потому что написано, похоть зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Написано, все согрешили и лишены сна главы Божией. А возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Братья и сестры, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас своих от наших грехов и от его последствий. И от последствий греха. А последствия греха – это смерть. Причем не смерть, вот первое, о котором понимаем, написано «всем людям положено однажды умереть». А есть библейское понятие, как смерть вторая. Написано, и все, кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро огненное. Это смерть вторая. Друзья, моя жизнь закончится, и твоя жизнь тоже закончится. И в принципе это не так опасно, потому что мы имеем спасение от второй смерти. Друзья, сделанный грех рождает вторую смерть. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти людей своих от грехов их. И, друзья, свой план Бог исполнит. И свой план Бог исполнил. Он спасет, и Он спас нас от грехов. Написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, а истина – это Христос. Истина – это Христос. Он сам сказал, я есть путь, и истина, и жизнь. Очень хорошо написал пророк Исаия в 53 главе. Написано, через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Он взял на Себя грех мира, и не только, не просто мира. Он взял на Себя мой грех и твой грех. И через смерть на Голгофском кресте Он нас не просто просил, Он нас спас от греха и от его последствий. А ведь от вечной, мучительной смерти. Я сегодня ночью прилетел в аэропорт Минводы. И я взял машину, которая у меня стояла на стоянке. Я подъезжаю к шлагбауму и не могу его открыть, потому что на моей карточке нет денег. Я попытался открыть шлагбаум, и на моей карточке нет денег. Подходит один мужчина. У меня вопрос, что же теперь делать, кто мне может помочь? Подходит один мужчина. У вас проблема? Да, проблема. Шлагбаум не открывается. Он своей картой открыл шлагбаум, пожелал мне счастливого пути. И я подумал, как на свете немало хороших людей. Друзья, да, проблема. Но эта проблема не так большая. Есть проблема очень большая. Это вечная смерть и вечные мучения. Друзья, мир идет по пути смерти. Но о Христе написано. Он спасет людей своих от грехов их. Друзья, Он приготовил нам путь на небо через жертву свою на Голгофском Христе. И мы за это всегда должны благодарить Бога. Мы должны об этом помнить и жить в том стане, которое называется «Удел святых». Пусть нам Бог в этом поможет. Слава ему за все. Аминь. Помолимся. Кто желает помолиться, в кратких молитвах можно.